МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь – это, прежде всего, запись событий, происходящих с человеком на так называемой ленте жизни. Для кого-то главное – это семья, для второго – увлечение, для третьего – работа. Каждая категория людей права по-своему, ведь жизненный миг и там, и там должен нести в себе познание, чувствование и осмысление нового. В любом случае мы воспринимаем жизнь как разворачивающаяся во времени и пространстве череду событий и ситуаций. Мы как бы делаем накопление в личную матрицу. За моей спиной также находится своеобразная матрица. Вся история становления якутского телевидения, на ленты которых записаны история Якутии, отдельные личности, очерки, документальные фильмы. И если информация, хранящаяся на пленке, важна для человека с точки зрения памяти, то с технической стороны это не менее ценно. Ведь то, насколько долго мы сохраним изображение на пленке, зависит сама история. Итак, насколько же важен симбиоз истории и развитие телевизионных технологий, узнаем у инженеров, мэтров якутского телевидения. Давайте представим себе свою жизнь на примере кинопленки. Вы сами всегда находитесь в моменте, здесь и сейчас. Вы видите лишь один кадр, но не предыдущий и не следующий. Вы оцениваете свои действия с точки зрения накопленного в прошлом опыта, так как в вас сидит фрагментарная память кусков информации, то есть кадров. Ну а чтобы узнать, как эти кадры появились на голубых экранах якутян, предлагаем укунуться в конец 50-х прошлого столетия. Для Якутии конец 50-х годов 20-го века стал переломным и в чем-то даже стратегическим. 1959 год в столице республики был ознаменован началом строительства телевизионного центра. На строительную площадку поступили конструкции, телебашни и основное технологическое оборудование. Через 4 года по завершению масштабной стройки началась новая эпоха для любого горожанина, имеющего телевизор. Правда, зона уверенного приема программ телепередач осуществлялась в радиусе 30-40 километров. Сегодня, спустя 53 года, эти километры растянулись на тысячи, и теперь якутское телевидение доступно каждому. Его можно посмотреть из любой точки мира. Телевидение — это прежде всего картинка. А чтобы выдать картинку, необходимо технологическое оснащение. Итак, с чего все начиналось? Как это было? И в чем принципиальная разница времен былых и нынешних? В далеком 1963 году началось вещание. Оно началось, конечно, студийное вещание. Кроме живого вещания ничего не было. Но потом появилась, постепенно появилась кинопроекционная аппаратная. Она сейчас в каком-то варианте существует, эта аппаратная. И сразу же стал вопрос о записи программ, чтобы можно было работать вне студийного павильона и вообще не только в самом городе Якутске. И, конечно, первое, что появилось, тогдашняя технология предполагала, это запись кино. Раньше работа с оборудованием была. Она очень людей объединяла, требовала очень больших навыков. И люди как-то больше взаимодействовались. Потому что ту технику можно было победить только сплоченно. Сейчас же время, когда мы постоянно куда-то торопимся. И, с другой стороны, техника стала неприхотливой. И как-то, я считаю, что мы менее счастливыми людьми стали. Поэтому, быть может быть, я бы хотел и в том времени оказаться, попробовать, как это на самом деле есть. Да, оказаться в прошлом мечтают, пожалуй, все. Сегодня, пытаясь отследить технологический переход от киноленты до цифрового носителя, важно понимать атмосферу прошлого. Когда я пришел на телевидение, Дроздов меня принял. И сказал, сходи, или в войска будешь работать, или в просмотровом там внизу. Но как я зашел сюда, как увидел тут все, и так и остался. Тут стоял стойки Москва, там был стойки кино, тут пульт стоял, там режиссер сидел, тут звукорежиссер, тут техники сидели. Здесь была аппаратная киношная. Короче, тут СКП-37 стоял, два проектора, и посередине 16-мм этот кинопроектор. А здесь этот, ну раньше на дисках слайды были, стояли. А там шкаф киномеханика был. У нас был цех кинопроизводства, где было очень много камер, вот, и были кинооператоры. Была такая профессия у нас. Это было очень дорого, потому что сама лента была очень дорогая, поэтому в командировке давали ее в совсем небольшом количестве, буквально по минутам, по три, по пять минут, не больше того, попринясь к командировке. Лента подвигалась проявке, при которой, также в зависимости от ситуации, неправильно сделан реактив, случайно свет попал, лента могла засветиться. Да, вообще тут, когда нас выпускала ленту фирма Шостка, так называемая, она была некачественная, к сожалению, тоже в основном, что... То есть очень много брака было. И потом на монтажном столе приходилось, опять же, монтировать эту ленту вручную. Ну, там было как, стояло две катушки здоровенных, лента, сидел, опять же, самый монтажер, киномонтажер, сидел режиссер, и по кусочкам каждый кадрик за кадриком отсматривали. Вот, что не нужно, вырезали ножницами, потом это склеилось, опять же, на монтажном столе, и это потом шло в эфир, в киноаппаратный. Вот, и одно неудобство было какое, что на этой ленте не было звука, лента была узкая, поэтому пришлось покупать еще дополнительное оборудование, те самые аппараты, только звуковые уже, на которых на киноленте писался отдельный звук. И получалось так, что на тех же проекторах была двойная протяга была. По одной двигалась видеолента, по второй двигалась та же лента, кинолента, точнее, но только звук один. И нужно было паракорно выставить одновременно, чтобы синхронно шла, чтобы звук не задержался, не опоздал от видео. Вот это было очень неудобно, лента рвалась. И потом у нас был процесс озвучивания. Вообще, на самом деле, новые, последние проекторы, которые появились и пользовались у нас в компании, они позволяли синхронизироваться с магнитофонами, с кадрами, и, соответственно, уже можно было озвучивать уже серьезно, можно было снимать звуковое, в том числе кино, звуковые сюжеты, конечно. Хотя снимали очень интересные и очерки. Здесь есть вот этот вот интересный очень аппарат на 35 мм, который снимал. Вообще, 35-мм проекторы, конечно, у нас и свои были, потому что в нашей кинопроекционной аппаратной у нас, кроме того, что на 16 мм мы показывали свои пленки, вначале это был негатив, потом и позитив, то мы, естественно, из проката брали фильмы, художественные фильмы, и мы показывали в своем эфире. И у нас была договоренность с кинопрокатом, и мы по художественным фильмам показывали. Это СКП-40, 35-мм фильмы, гоняя художественные, документальные фильмы. Вот мы вставляем 35-мм фильм. Сейчас зарядим его, запускаю. И пошел у меня проектор. Очень сложно было работать с аппаратурой, потому что оборудование было аналоговое, плюс еще отечественное. Предшествующему поколению приходилось очень много времени проводить за настройкой оборудования. Практически каждый час требовалось следить за оборудованием, чтобы оно работало, потому что так требует работу аналоговое оборудование. Также аналоговые кинопроекторы, они также требуют тщательный за собой уход, внимание. Вот перед тем, как ввести в работу эти кинопроекторы, Николаю Александровичу с его коллегой пришлось около недели, наверное, крутиться вокруг них, подкручивать, подтягивать, смазывать. Да, сегодня же современная техника в мое время, она не требует столь такого тщательного обслуживания. Главное соблюдать, как сказать, требования по профилактике. В 1974 году у нас появился отдел видеозаписи, точнее аппаратной видеозаписи, в которой находились два аппарата, два кадра, три так называемые. Но это революция была для нашего телевидения, в том плане, что, ну представьте себе, теперь можно было архивировать все передачи, вот они стоят, вот синенькая коробочка и рулон, лента 65 сантиметров шириной, запись была поперечно-наклонная, наклонно-поперечная. Это для чего? То есть, получается, лента движется, головки работают, наматывают свой километр, и получился самый большой рулон, там был полтора часа. То есть, могли, стали уже писать мои передачи и в студии, и эти передачи потом, могли просто записываться со вставками, с киноставками на ленту, потом монтироваться уже здесь, в наших аппаратных, и выдаваться в эфир в коробочном виде. В коробке оно так 30 лет пролежало, все скороблено. И для этого, чтобы хорошо прогнать фильм, его надо увлажнить. Увлажнитель мы сами составляем тут. Делаем. Сухая пленка сразу же, а это уже он, видите, увлажнен, она не ломается. Процесс увлажнения происходит в фильмостате, в специальном шкафу. Такое оборудование находится в Национальном центре аудио-визуального наследия народов Якутии. Именно здесь увлажняют кинопленки, которые, как известно, с годами утрачивают свои физико-механические свойства. С целью сохранения исторически значимых аудио- и видеоматериалов в специальных помещениях защищают пленки от внешних температурных воздействий и поддерживают в нем определенную влажность и химический состав атмосферы. Пары особой жидкости, проникая сквозь специальные отверстия в перегородках, увлажняют кинопленку, поддерживают и восстанавливают ее эластичность, предохраняют от усадки. Кстати, в состав стандартного раствора входят изопропиловый спирт, глицерин и дистиллированная вода. Но в большинстве случаев секрет жидкости стараются не раскрывать. О, это секрет фирмы. Это все со мной уйдет. На самом деле, всю же важную работу выполняет он, потому что он достает из архива видеопленку, которая вся пересохла. Ему нужно тщательно ее проверить, ему нужно тщательно рулоны склеить, их нужно обработать, для того, чтобы к пленке вернулась эластичность. Потому что, тем не менее, в видеопроекторе идет натяжение пленки, и чем более пленка эластичнее, тем она хорошо проходит по тракту. А если пленка иссохлась, то она может порваться. Таким образом, большую часть времени Николай Александрович проводит вот за этой трудоемкой, я считаю, работы, которая требует усидчивости. А усидчивость считается, на что самая такая сложная работа. Чтобы банки не портить, не путать, я по этому листу собираю потом и тут склею и все. Вот на такие вот, на такие рулоны сразу готовлю. Вот так. А вот если что мне непонятно, я, например, беру сразу рулончик какой-нибудь, хотя бы вот этот взять. Если мне непонятно, что. Сейчас я вам 16-миллиметровый фильм сразу вставляю на Украину. Вот если я не пойму, что она квертью, ромашка, начало или конец. Раньше было все в негативе, когда телевидение начало работать. И где-то до 73-го, до 75-го было негатив. Потом уже позитив, потом цветное перешло. Когда лента идет в негативе, она пишется также в негативе, тем не менее на процессе монтажа с помощью монтажных программ эффектов можно в позитив перевести. К сожалению, чем дольше видеопленка хранится, тем ее качество ухудшается. При повторном использовании пленки ее нужно дольше обрабатывать. Соответственно, есть риск потерять тот материал, который был снят ранее. Таким образом, сейчас очень важен процесс оцифровки для того, чтобы все это перевести в видеофайл и там уже можно раскопировать на несколько видеоносителей. Таким образом, мы можем гарантировать, что для истории этот материал в любом случае сохранится. Сегодня процесс оцифровки кинопленки у нас происходит следующим образом. Через зеркальную систему видеокамера захватывает свет и таким образом с камерного канала камеры передается на видеосервер, благодаря которому и происходит уже запись материала на жесткие диски. Таким образом, запись у нас получается уже в цифровом формате. потом получили другую аппаратуру Кадр-3ПМ, которая писала цветной сигнал уже. То есть, мы стали работать в цвете. Имели свои спецэффекты, полуавтоматический монтаж, работа стала упрощаться. Для творческих работников время монтажа, кстати, оно тоже было очень дорогое, поскольку блок головок, нарабатывалось 120 часов. Техника не стоит на месте, пришла революция, появились уже кассетные магитофоны. Что такое кассетный магитофон? Там запись стала уже самая наклонно-поперечная. То есть, если мы писали на ленте, раньше головки двигались под прямым углом, перпендикулярно почти, здесь запись стала идти у нас наклонно. То есть, больше расход ленты немножко стал, но и качество тоже упало немного. Но это было оперативнее. И это производилось на тех кассетах. первые у нас были уматики, аппараты фирмы Sony. То есть, это было особенно удобно для новостей. Принесли кассету, тут заставили никакой заправки, ничего осталось, смонтировали, все, в эфир выдали. Ну, я начинал работать, если говорить про меня, я начинал работать с видеомагитофонами с кадр 3. Там было интересно работать, там требовалось много инженерных знаний, да, и мне приходилось расти, мне приходилось развиваться. Вообще, на самом деле, с моей точки зрения, когда вот инженеры показывал разные аппаратные и говорил, что вот если вы хотите расти как инженеры, идите в там, где стоит наша отечественная аппаратура. А там, где стоит японская аппаратура, там вроде бы интересно работать, красиво работать, но как специалистам расти сложно. Я пришел на работу в 2008 году, в июне, и работать начал с линейного монтажа с кассет. Это было сложно, долго, но в итоге сейчас новые технологии уже пришли в каждый дом, теперь уже есть нелинейный монтаж цифровой, в котором сейчас мы уже работаем. Начали работать уже в формате high definition, высокого разрешения, и нагрузка возрастает на наше дело. Наш цех разделен на монтажеров и инженеров, работающих на оцифровке. В данном случае я работаю на оцифровке, заключается в помощи монтажерам, обеспечения их исходным данным в виде материалов, аудио, фортографии. Монтажеры в свою очередь высококвалифицированы профессионалы в свое дело, знающие свою работу и хорошую программу. С этого года, 2016, появилась новая система АВИД, с помощью которой осуществляется монтаж. Наши монтажеры это изучили, в кратчайшие сроки теперь могут работать. Прежде чем появились цифровые технологии, преимущество которого заключается в том, что при копировании материала качество картинки не теряется, в национально-вещательной компании САХ использовалась также дорогостоящая аппаратура. Были так называемые кассеты Битакам-СПи. Эти аппараты могли делать замедление, ускорение, что было удобно для видеомонтажа. Далее наступила эра Дивикам. Дивикам это очень неплохие даже аппараты. Кстати, вот они стоят. Качество просто идеальное, хранение на ленте тоже безупречное на них. Ну и параллельно мы писали на на DVD-проигрывателя, которые появились у нас в компании, на DVD-диски, вот которые находятся. Сначала на CD писали, потом на DVD. И в каждом аппарате присутствовали у нас также вот уже DVD-проигрыватели. То есть, откуда мы брать могли исходный материал, который нам привозили с Олусов. И люди монтировали на компьютерах, привозили к нам. Мы их обрабатывали, передавали в эфир. Ну и последнее, на чем мы работали, это, конечно, тут наша незабываемая флэш. То есть, если посмотреть все, о чем мы говорили сейчас, технология идет, огромная революция в технике. Сейчас получается, что на такую маленькую-маленькую флэшку можно записать немалярное количество информации. И поскольку флэшка додательная, то есть, это очень надежно, в отличие от ленты. Лента может порваться в любой момент, замяться. С флэшкой ничего не случится. Удивительное дело, как далеко шагнули технологии. У меня в руках та самая флэш-карта, с которой, как сказал специалист, ничего не может случиться. И что поразительно, в таком маленьком плоском предмете может храниться невероятное количество информации. Ну а возвращаясь к нашей мысли о том, что расстояние от многокилограммовой коробки с кинолентами до миллиграммовой флэшки составляет ровно 53 года, хочется воскликнуть. Да здравствуют технологии, да здравствует творчество. И как здорово, что два этих, казалось бы, несовместимых понятия идут рука об руку. Техническая часть всегда была творческой. Всегда. Поскольку мы сидим к плечу к плечу, техника-то одно. Мы обслуживаем и эксплуатируем технику, но совместно с творческими работниками. И нет такой ни передачи, ни видеофильма, ни даже малейшего сюжета, в котором бы не присутствовала рука техника, монтажера. Когда не имеешь никакой аппаратуры, нету спецэффектов, очень мало. Всегда что-то изобретали, что-то думали, творческие работники хотели сделать что-то сверх того, что нет ни у кого. И постоянно шли поиски, поиски, поиски. Действительно, ни время, ни технологии не стоят на месте. Движение человеческой мысли и постоянные поиски всегда приводят к еще более усовершенствованным формам и форматам. Любое нововведение, любая организация крайне сложное. самое главное, чтобы предприятие быстро предоставило обучающий материал либо обучило персонал работе к новой технике или программе. В данном случае наш отдел справляется с этим. Появление нового программ и новой техники было обусловлено началом Дети Игорь, Дети Азии. Надо было в кратчайшие сроки их полностью обучиться. Персонал не только технический, но и программный обеспечением. У нас было все про все предоставлено месяц, чтобы мы все знали. Но мы справились к этому. Это была наша контрольная работа, с которой мы хорошо, успешно справились. Не только мы, но и весь инвокас САХА. Коллектив национально-вещательной компании САХА это не просто технические или творческие работники. Прежде всего, это хранители времени и истории. А по истечении полувекового промежутка, за период которого, словно на киноленте, прошло много лиц, много историй, много судеб. Ну а сегодня, в день якутского телевидения, конечно же, невозможно обойтись без теплых слов в адрес каждого, кто создает передачи и программы, кто выходит в эфир, кто радует зрителя своим творчеством. Дорогие коллеги, поздравляю вас с днём телевидения, желаю вам здоровья, счастья в личной жизни и успехов в работе. Самое хорошее это, когда человек занят трудом. Дорогие работники телевидения, сотрудники коллеги компании НВК Саха, от своего имени хочу поздравить вас с днём телевидения, пожелать вам находить всегда новые идеи, интересные сюжеты, чтобы людям было интересно смотреть. А своим коллегам из технических отделов желаю, чтобы в этот день они знали, что благодаря им техническим знаниям, навыкам и умениям творческие сотрудники телевидения могут реализовать свои проекты и идеи. Дорогие коллеги, поздравляю вас с днём телевидения. Начинается новый сезон творческих вам успехов в новом сезоне, новых передач, новых мыслей и лично здоровья, счастья, от этого зависит наша работа. Поздравляем от Сэха ВМЗ с днём телевидения, желаем сегодня лучшего и хороших начинаний. Я хочу поздравить всех моих любимых коллег, что творческих, что технических. Друзья, с праздником вас. Это наш день. Мы его заслужили. с праздником. Субтитры